Здравствуйте! С вами снова канал Европлант Лайф и я, Самойленка Наталья. На сегодняшний день нет ни одного садовода, который хотя бы раз не слышал названия таких препаратов, как ипин, циркон, Hb101, корневин или гетероуксин. Если почитать отзывы в интернете, то можно подумать, что если табуретку регулярно поливать цирконом и опрыскивать ипином, а еще немного добавить к корневинчику, то она в итоге у вас зацветет. Поверьте, как это не прискорбно, но ни ипин, ни циркон, ни даже популярные Hb101 не могут вернуть к жизни с того света. Давайте по порядку. Начнем с ипина и циркона. Это очень сильные препараты. Они нужны, чтобы активизировать защитные функции растений, улучшить приспособляемость к неблагоприятным условиям окружающей среды. То есть они облегчают растениям жизнь в стрессовых ситуациях, в момент пересадок при сильных обрезках, возвратных заморозках, в жаре или наоборот избытке влаги. То есть если ваши растения не испытывают стресс, то ни в каком ипине и цирконе они не нуждаются. Это первое и самое главное, что нужно усвоить. Иногда проще в самом начале создать растению оптимальное условие, нежели потом всю жизнь снимать стресс. Правда, бывают ситуации, независимые от нас. К примеру, резкое понижение температуры, ужасная жара или снег в августе. Итак, как мы используем эти препараты? Я не буду утверждать, что мы истинно в последней инстанции. Более того, в данном случае я даже не буду говорить от имени Европланта. Это мой опыт и мое субъективное мнение. На мой взгляд, ипин эффективен при пересадках. Особенно, если пересадка велась в неположенные сроки. Так, у пересаженных лиственных кустарников в период вегетации после обработки ипина не наблюдается увядание и сбрасывание листа. Очень неплохо ипин зарекомендовал себя в жаркую погоду. Особенно в тех случаях, когда проблема с регулярным поливом на участке. Или вы уезжаете на долгое время. Весной, в апреле. Когда снег уже сошел, а земля не оттаяла или при сухой осени. То есть, мы используем ипин исключительно в стрессовых ситуациях. И в тех случаях, когда нужно уменьшить транспирацию и сохранить влагу в растении. Разводится ипин из расчета в 2 мл на 10 л воды. То есть, 2 ампулы. И еще один важный момент. Ипином мы опрыскиваем крону, а не поливаем под корень. Циркон. Циркон тоже достаточно эффективное средство. Но применяем мы его исключительно, когда установились плюсовые температуры. И началась активная вегетация. Циркон сильный препарат, который можно использовать как при поливе под корень, так и опрыскивании кроны. Дозировка его 1 мл на 10 л воды при опрыскивании кроны. И 2 мл на 10 л при корневой обработке. Вне корневую обработку мы применяем в основном в тех случаях, когда кроны растения сильно пострадала. Ну, например, подгорело и нужно ускорить процесс обрастания. Можно делать баковую смесь с фунгицидами. Есть даже мнение, что в этом случае борьба с грибами даст лучший результат. Мы обычно добавляем его к корнестимуляторам. Нам кажется, что он усиливает действие корнеобразующих препаратов. Чем мне нравятся эти два препарата? Во-первых, они доступны. Их можно купить в любом садовом отделе. Во-вторых, они не являются допингом. Они помогают растению выжить в экстремальных условиях. Мобилизируя и активизируя именно те функции, которые растению необходимы в данный момент. Теперь, что касается HB-101. Я нисколько не умоляю достоинство HB-101. Его разработали японцы и используют во многих странах. Однако, я считаю, что этот препарат можно и нужно использовать либо для однолетних овощных и цветочных культур, либо в регионах с более длинным вегетационным периодом. Почему, спросите вы? Все очень просто. Вспомните, когда мы его применяем и как он действует на многолетние растения. Приведу самый распространенный пример. Весной у вас сгорел можжевельник. Осталось половина. Или чуть меньше. Вы начинаете интенсивно обрабатывать своего любимца. И через месяц получаете результат. Он начинает усиленно обрастать. Да так, что к осени почти весь восстанавливается. Было же. Да. Думаю, у многих именно так и было. А на следующий год ситуация повторяется. Только становится еще хуже. Вспомните, какие приросты дает растение после HB-101. Гигантские. Обычно в два раза больше обычных. А как вы думаете, побеги успевают одревесенеть, если весна приходит в июне, а в октябре уже лужи замерзают? Конечно, нет. А так ли нужно было растению полностью за год восстановить крону? Два-три сезона – это нормальный срок, чтобы хвойная, которая сильно пострадала, полностью восстановилась. Но не год. Вот именно этим мне не нравится HB-101. И если эпин и циркон помогают простимулировать именно ту функцию, которая растению нужна в данный момент, то HB где-то играет функцию допинга. И растение активно наращивает массу, даже если в этот момент нуждается в чем-то другом. Это хорошо для выращивания рассады, для огурцов, помидор, наконец. Но не для растения, которое должно радовать вас и ваших детей долгие годы. На этом всё. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Мы с удовольствием послушаем ваш опыт. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова